Всем привет! Я там не слишком зачастился своими видео обзорами. Дело в том, что вот починил магнитолу и с пылу с жару, пока все помню, хочу рассказать об ее особенностях. Если мне хватит времени, я, наверное, статью на магнитоле своей там тисну. Но дело в том, что рассказывать на порядок проще, нежели там сидеть, выдумывать, подбирать эпитеты, метафоры и прочее. Ну вот, видео обзор точно будет, как вы можете убедиться. А, так сказать, рукописный, машинописный, ну, попытаюсь сделать. В принципе, на мой взгляд, магнитола довольно интересная. Я эту магнитолу купил, опять-таки, у этих продавцов с польских базаров. Она лежала, у нее была ручка вот так отломана, под самый корешок. Ну, корешок, наверное, внизу, ну, под самый вершок, скажем. Торх у меня не получился. Практически ни копейки мне не уступили. Сказали, что она все работает и звучит очень хорошо. Такая магнитола мне раньше встречалась только на просторах интернета. Мне говорили, что она так неплохо играет. Для фирмы Telefunking, которая уже в то время, в 80-х, загибалась. В принципе, получился неплохой продукт. Это, понятно, не M1 Studio. Ну, на мой взгляд, для класса таких вот батончиков, там, батонов. Потому что, видите, она довольно большая. Вполне нормальный съедобный продукт получился, на мой взгляд. Ну, давайте я вам покажу. Я так поверчу. Она мне не скручена. У меня есть намерение показать вам еще ее по внутренности. Вот, обратите внимание. Она не двухцветная. Она была вся беленькая. Но дело в том, что, как вот у фирмы Sharp были поставщики разные, которые поставляли детали из пластмассы. И делали они из разных сортов пластмассы. Одна пластмасса вела себя великолепно со временем, вторая просто желтела на солнце. Вот, все, что тут желтоватое, это изначально она была такого цвета. То, что внутри, он такой вот. Вот, можно видеть, даже здесь светлее. А кнопки были серые. Они, видите, тоже пожелтели. Увы, ничто не вечно у нас. Пластмасса тоже. Какая особенность этой магнитолы? Посмотрите. Ну, то, что тут у меня шнур торчит, нет разъема. Он отдельно прячется. Если тут переключатель есть, AC и DC, обратите внимание, вот, прорези. Это не просто так, это стоит тут сабвуфер. Я вам скажу. И он таки дает звука. Лыскочастотников нету. Здесь динамики среднечастотники, где-то десяточки. А вот здесь, видите, вот такие вот черные такие полосочки. Вот одна из них, это выход волновода. Здесь стоит динамик сабвуфера. Идет такой длинный волновод, воздухопровод. И вот отсюда выходит, так сказать, в противофазе волна низкая. То есть низкочастотная. Ну, я включу, послушайте, как он играет. На мой взгляд, в принципе, за эти деньги довольно неплохо играет. У него есть аудио-вход. Вот тут, видите, то есть можно подключить современное устройство. Четырехполосный эквалайзер. Вот кнопка Bass Boost, собственно говоря, сабвуфер этот. Вот кнопочка, я не знаю, как она расшифровывается. APD Sound Update, может быть, я не знаю. APD. И все по-немецки написано. Ein, Aus. Ключево-выключено. Я так подозреваю, что это расширение стереобазы или что-то такое. Это модифицирование звука. Ну, в обоих положениях. Мне, кстати, это нравится. Я не могу даже понять, какое из них лучше. Кнопки протяжки. Это пишущая, видите, черная кнопка записи. Хотя можно было прекрасно, наверное, сделать. Ну, так сделали, черная. Перемотки. Никаких подмоток, отмоток тут нету. Довольно все просто. Протяжки, кстати говоря, мне понравились. Они напоминают оношиновские, те мои нелюбимые. Ну, сделано немножко по-другому. Я когда увидел кривую пружиночку, думаю, вот, блин, опять. Ну, тем не менее, какие-то довольно самобытные. Мне пришлось поменять все пасеки, потому что они потекли. И я там экспериментировал, там какие пасеки. Ну, в общем, поставил пасеки. Так что сейчас она полностью рабочая. Четыре положения переключателя имеет. Перезапись. Кассета. Аудиовход. Тут он резерв обозначен. И радио. Здесь моностерео. Четыре диапазона тюнера. Ну, естественно, длинные волны. Раз это все тут на немецком языке, европейский вариант, обязательно длинные волны предполагались. Ну, гучка настройки. Вот такая вот магнитола. Сейчас я ее буду включать. Посмотрим, как она звучит. Послушаем. Посмотреть тут особо нечего. Один светодиод сверху стерео обозначает. Больше ничего нет. Так, громкость у нас так. Ну, пусть будет. А теперь включаю сабвуфер. А теперь я сейчас поиграюсь с расширением сериал базы. Что-то меня не забанили. Что-нибудь другое послушание. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. что это у нас all-star диск, это наверное хиты, play вот честно не знаю как с расширениями или вот прямо слушать и то и то нравится я еще не определился перемотки-подмотки естественно вперед назад пауза в соседнюю деку ну диска предполагается на 120 ударов в минуту и бас такой, так что я включил точно этот бас-бустер сабвуфер, я сейчас близко ее покажу, а потом вот ее препарирую, вивисекцию сделаю, в принципе тут есть что показать на мой взгляд а вы знаете на кофе? а 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 antes разбираться магнитолы довольно просто вот так вот, снизу вверх тут вот есть специальные такие валики-которые замки что тут из особенность? Здесь нет никаких разъемов Все припаяно к платам, обратите внимание, тут вообще ни одного, я не вижу разъема, нет, парочка есть, там сабвуфер, по-моему, динамик прикрепляется Динамик, видите, относительно небольшие, магнитные системы такие, скажем таки, очень слабенькие На 4 Ома 2 Вт, а максимально 4 Вт Ну вот сабвуфер вытягивает здесь Трансформатор довольно большой, вот протяжки как выглядят Придется мне вот так вот показывать, потому что иначе я не могу по-другому Сами видите, сейчас упадет, еще оторвется провод какой-нибудь Чуть 220 не коснулся Тут два радиатора маленьких, один на сабвуфер, второй на общий выселитель Тюнер, тюнер на одной микросхеме, всего-навсего Тогда ташки, ташка, сейчас я конкретно вам скажу, какая микросхема, если будет интересно То есть там все, и стереодекодер, и вообще на одной микросхеме Я думал, вторая микросхема здесь, а нет, она именно относится уже к магнитофону Что меня поразило, тут очень много было так называемой вискосной пасты, демпферы для того, чтобы там туго открывались, не хлопали крышки Это было здесь, и на тюнере было все измазано вот этой вот липкой штукой Я ее соскоблил, собрал, и так где-то грамм, пару, тройку, наверное, на будущие демпферы, в которых вообще эта жидкость вышла Буду использовать там протяжка Она одномоторная, тут идут пасек влево-вправо, я сначала думал, что по два пасека Сначала там на маховика, потом от маховика на подмотку поставил два раздельных пасека на каждую протяжку Нет, не оно Дело в том, что на шкивах маховика там вот как раз почему-то старый пасек, который потек, он был вот именно на обоих шкивах Ну, не знаю, сейчас прекрасно работает, видите, и тянет хорошо, нормально, без проблем Что-то у нас цепляет, наверное, за какой-то провод, но я разберусь чуть-чуть попозже, пока я еще не скрутил То есть любую кнопку мы нажимаем, начинает крутиться двигатель Ну, еще раз говорю, протяжек таких, может быть, я и видел, но не помню Напоминаю, это машиновскую универсальную, которая везде стоит, но тем не менее, она сделана немножко по-другому Особо тут рассказывать нечего Вот блок регуляторов тембра, громкости Вот выходит труба волновода от сабвуфера Сабвуфер стоит сзади, как вы знаете, и вот идет такой по трубе и выходит здесь уже там со злижкой фазы Ну, как видите, вернее, как слышите, низких он добавляет немало Протяжки, скажем так, автостоп тут нажимного типа Вот если я нажимаю, раз, лента Магнитная головка, стирающая, постоянный магнит Ну, простенькая, что тут говорится Я еще раз говорю, это не М1 студио, у Телефункина были круче аппараты Ну, и этот неплохой, дело в том, что я видел азиатского исполнения Это тоже, естественно, уже не немец Несмотря на то, что все надписи на немецком языке, это далеко не немец И тем не менее, на мой взгляд, неплохо сделано Если бы они еще и разъемы сделали, не сэкономили Потому что, ну, работать, отпаивать что-то надо Я не отпаивал, а так откладывал Ну, удобство это не доставляет Вот такой вот аппаратик Я еще раз говорю, что я его купил Как раз его привезли, конечно, метруги из Германии Я его там дальше соберу Посмотрю, что там сейчас затирает Решетка была подмята, я выправил, подкрасил Вот так Смотрится неплохо, на мой взгляд Спасибо за внимание Может быть, я его опишу в магнитолии своей Там какие-то особенности с фотографиями Ну, и что-нибудь вам в следующий раз приготовлю рассказать Народ мне пишет, типа, дай обзор на ту машинку, дай обзор на эту машинку Честно скажу, пишу, то есть, и даю обзоры по настроению Вот, вот, увидел, понравилось, взял, рассказал вам Что-то увижу другое, расскажу про другое До свидания Спасибо за внимание